и люди и птицы обладают певческим инстинктом который лежит в основе вокального искусства мы потратили столетия анализируя физический процесс пения что должно происходить с гортани с языком с дыханием это действительно важно но есть птицы певчи птицы и у них все гораздо проще они способны имитировать новые звуки изменять то что они слышат чтобы производить более сложные вокализации и на самом деле птица это образцовый инструмент для вокализации американский профессор университета рокфеллера эрих джарвис возглавляет команду исследователей изучающих нейробиологию вокального обучения нейробиология занимается изучением всего что связано с мозгом и чем больше мы узнаем как мы поем тем больше возможности у нас для того чтобы улучшить свое пение и в наше время уже доказано что мозг нейропластичен то есть он может создавать новые нейронные связи на протяжении всей жизни это означает что в любом возрасте можно научиться петь танцевать играть на фортепиано рисовать и тому подобное это означает что можно перестроить свой мозг чтобы научиться воспроизводить звуки в любом возрасте либо что-то делать руками в любом возрасте используя определенные группы мышц как научиться петь у птиц значит как научиться петь по своей природе певческий инстинкт лежит в основе вокального искусства птицы оказались довольно умными созданиями имеющими свои стратегии обучения и человек может также применить их подход используя силу слушания силу мысли и силу повторения как и люди певчи птицы учатся своему вокальному репертуару у родителей другими словами обучающиеся вокалу птицы как люди приобретают и совершенствуя свои песни с помощью трех простых шагов первое это слушание начиная с небольших паттернов и со временем постепенно изменяя их по одному за раз практика птицы практикуют шаблоны поэтапно с большим количеством повторений третье развитие самостоятельности как только птицы усердно поработают над образцами своего наставника они начинают адаптировать свой собственный уникальный стиль у человека весь процесс тоже начинается с прослушивания именно так наш мозг получает свои образцы звуков фонем структур слов языка песни и так далее далее в мозгу происходит обработка информации она приводится в порядок дальше мы молча думаем о том что озвучить потом идет добавление индивидуальных черт вроде эмоции намерения тона затем молча думаем о том как локализировать и наконец подается финальный моторный сигнал для выполнения задачи когда ученые только открыли такую схожесть вокализацию человека и птиц это было сенсацией более того в нашем мозге нейронный путь вокализации находится рядом с путем для управления нашими конечностями поэтому в следующий раз когда вы будете активно жестикулировать при пении знаете что ваш вокал и двигательные сигналы конечности это друзья соседи то есть излишняя жестикуляция при пении раздражает слушателей считается неприемлемой но время от времени все же есть смысл дать себе свободу и позаниматься с движениями рук кроме того во время пения мы часто думаем о тысячи вещей поза челюсть язык губы дыхание вибрато интонация мелодия текст ритм окраска звука характер произведения эмоции музыкальность произношение и прочее 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 но используя модель птиц мы можем упростить все эти вещи хотя бы на начальном этапе да они имеют ценность но птица никогда не думают о своей гортани и так у птиц мы можем перенять метод обучения вокалу он состоит из нескольких этапов первое разделяем компоненты целого сначала отдельно много раз проговариваем текст до автоматизма потом простукиваем ритм до автоматизма затем наигрываем мелодию на фортепиано цель в том чтобы в дальнейшем мозг не задумывался о тексте о мелодии о ритме так как все это будет на автомате второе не пойте услышьте все это в голове ваш голос требует этого шага мысленного представления как это должно звучать это дает определенность потратьте время на размышления даже во время пения мысль наперед сделает фразу лучше 3 теперь пойте и записывайте себя на диктофон для контроля петь надо маленькими фрагментами сначала мелодия на гласную потом с текстом транспонируйте фрагменты вниз и наверх чтобы дальше свободно преодолеть регистры и скачки даже сложная фраза но на другой высоте получится легче в итоге сгладятся переходы пойти и записывайте а потом слушайте много раз играйте с тембром с окраской звука и снова обязательно слушайте результат это даст больше успехов чем просто пропевание с нотами в руках на первом этапе мы уже выучили все что было нужно пусть наш зрительный мозг займется визуализацией представьте себя в образе или еще лучше на сцене театра главное на что должен ориентироваться певец это ощущение зрительный раздражитель если вы не помните текста и смотрите в текст если вы не помните ноты и смотрите в ноты забирает на себя все ваше внимание четвертое не ругайте себя лучше найдите то что получилось на записи хорошо и похвалите себя проанализируйте почему это получилось лучше похвала и положительные эмоции увеличивают дофамин который укрепляет связи между нейронами таким образом вы быстрее наладите свои новые нейронные вокальные связи то есть быстрее научитесь имея положительный опыт они вечную самокритику пятое поиграйте с эмоциями раз уж мы идем другим путем нетрадиционным то позвольте себе побыть ребенком спойте одну и ту же вещь с разными эмоциями например совершенно противоположными тексту эмоциями и внезапно вы сможете спеть вдруг трудные фрагменты легко найдете новое звучание в таких вот экспериментах шестое вне занятий лежа в постели перед сном транспорт или где угодно практикуйтесь в уме на самом деле это дает результаты как реальная практика только четко представляете как вы звучите и что за сцена происходит где вы с кем вы и так далее 7 отдохните да трудно себя заставить прервать любимых занятия но это необходимо надо дать мозгу время на обработку и сортировку информации делайте перерывы в пении регулируйте интенсивность практики человек нетерпелив он хочет все и сразу и певец тоже хочет сразу спеть всю песню целиком ирония в том что вышеописанный процесс быстрее приведет качественно выученному произведение и еще сэкономите время на переучивание в общем если вы застряли в технических дебрях и вам не помогают серьезные труды дайте своей души развернуться и поиграйте с музыкой как птицы